И у нас на связи Евсей Пинский, общественный активист и сторонник Республиканской партии, а также Дмитрий Абрамсон, сторонник Демократической партии. Здравствуйте! Добрый вечер! Большое спасибо, что присоединились. Дмитрий, начнем с вас как со сторонника Демократической партии, потому что Нью-Йорк это демократический штат. Считаете ли вы, что в ближайшее время проблему, конкретно эту, мы сначала говорим о ней, удастся решить? И есть ли что-то об этом в планах Кэти Хокул, которая фаворит у нас пока предвыборной гонки? Знаете, эта проблема началась не вчера, она, по-моему, началась сразу после Второй мировой войны, то есть задолго до того, как большинство наших зрителей, наверное, эмигрировали в Нью-Йорк. И этой теме можно посвятить несколько часов. Я не очень оптимистичен, что мы сможем ее решить в ближайшее время. Но конкретно про Кэти Хокул я могу рассказать зрителям, что она пыталась в январе этого года, например, в бюджет включить конкретные инициативы, законопроекты, которые бы попытались как-то решить эту проблему. То есть проблему с повышенной ценой за оплату жилья и то, что некоторым людям просто негде жить, ее можно решить, только построив дополнительное какое-то количество, ну принципиально решить, построив дополнительное какое-то количество жилой площади, квартир, доступных для всех, не только для самых богатых. И в частности, вот она предлагала в январской версии бюджета, чтобы местные органы власти согласились на расширение квартир и катеджей на заднем дворе, то есть на бэк-ярдах, как мы говорим, на семейных домах, чтобы создать больше жилых помещений. То есть абсолютно конкретная идея, как на вот этом клочке земли Нью-Йорк находится практически на островах, но не считая Бронкса, как нам это сделать, как нам построить инфраструктуру вокруг этого, как нам создать дополнительное жилье. Но депутаты из Лонг-Айленда, в основном республиканцы, были демократы тоже, они заблокировали эту идею, потому что они посчитали, что это навредит пригородам Нью-Йорка, где такие идеи могут быть воплощены в жизнь, будет меньше парковочных мест, большая нагрузка на водопровод, канализацию, заберет контроль у местных органов власти. То есть Хоккл пришлось эту инициативу убрать. Другая идея заключалась в том, чтобы строить жилые дома рядом с общественным транспортом, то есть возле станций пригородных поездов, чтобы люди могли пешком дойти до станции, поехать на работу в Нью-Йорк, вернуться. Опять же, вопрос инфраструктуры, вопрос, как это правильнее сделать, но эта идея тоже не получила поддержки. То есть конкретные идеи есть, было еще несколько законопроектов тоже в Олбани, которые, к сожалению, все не прошли. Спасибо за ваш ответ. Евсей Пинский, общественный активист и сторонник Республиканской партии, видели ли вы в программе кандидата на пост губернатора Нью-Йорка от Республиканской партии Лизельдина какие-то конкретные шаги по решению проблем с доступным жильем или в принципе жильем в Нью-Йорке и понижением условной арендной платы? Честно вам скажу, добрый день. Во-первых, честно вам скажу, я не заглядывал к нему в избирательную программу, по той простой причине я не совсем, я являюсь жителем Нью-Йорка. Я все-таки житель Лиджерси и то, что творится, происходит в Нью-Йорке, мне, конечно, касается на косвене. Давайте без той программы, которая есть у кандидата Республиканской партии, я могу просто сказать, что происходит на свое просто мнение обычного человека, который живет в этой стране уже много лет и, как мне кажется, владеет какой-то критическим мышлением. То есть, почему не приходят все те предложения от Демократической партии? Да все очень просто. Потому что наша уважаемая демократа требует что-то сделать, а деньги взять где? Деньги взять в тумбочке. А кто деньги положит в тумбочке? Да кого я там ворную? Они же там всегда должны лежать. Поэтому не прошло ни одно из тех предложений от губернатора Нью-Йорка, исполняющего обязанности губернатора Нью-Йорка. Что, как говорится, это же правильно сказал момент, что это началось на сегодня. Началось это очень давно. И, как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад. Вот благими намерениями давно еще президент Джонсон, который немножко и очень сильно разорил нашу страну в плане Белфора и так далее. Сегодня мы пожинаем плоды того, что у государства нет денег. Мы пожинаем плоды того, что людей начинают разорять. Причем не с самых бедных, а начинают разорять средний класс. А вот из-за того, что разоряется средний класс, из-за того, что люди, владеющие домами, не могут позволить. Не потому, что они плохие. Не потому, что они хотят забрать у бедных людей последний кусок хлеба. А потому, что цена выросла настолько, цена на отопление, цена на содержание домов, на содержание квартир. Выросла настолько, что квартиры и дома, содержание этих квартир и домов стоит сумасшедших денег. И, соответственно, поднялась аренда за эти дома и квартиры. Евсей, пропадает почему-то звук. Слышите ли вы нас сейчас? Слышь, как прекрасно. Да, я слышу. Я хотела поблагодарить вас за уточнение, что вы из Нью-Джерси. И это даже лучше, потому что мы можем сравнить. Напомните мне, пожалуйста, губернатор Нью-Джерси принадлежит какой партии? Губернатор Нью-Джерси принадлежит тоже к демократической партии. Считаете ли вы, что ситуация похожая там и в Нью-Йорке? Либо все по-другому, либо, в принципе, планировка и само расположение Нью-Джерси не предполагает какой-то жилищной проблемы? Смотря где вы живете, в каком районе Нью-Джерси вы живете, все это зависит все-таки... В Нью-Джерси это, мне кажется, больше зависит от град, чем от самого штата Нью-Джерси. То есть, например, в том град, где живу я, просто по закону не имею права строить трехэтажные дома. Дома должны быть двухэтажные. Поэтому цена домов довольно-таки не маленькая, но в плане жизненных условий здесь они довольно-таки приемлемы. То есть вас, в принципе, живя в Нью-Джерси, устраивает демократическая власть? Нет. Еще раз повторю, в нашем графстве власть республиканская. И зависит... Вот этот вопрос, который подняли вы, зависит не от власти Нью-Джерси, а не от штата, не власти штата, а власти графства. Вот что касается домовладения, то это больше зависит от закона графства, а не закона штата. Каждое графство имеет свой закон. Вы можете где-то строить дома, где-то достраивать, где-то вы не имеете права дотрагиваться даже до забора. Но поинт в том, смысл моего сказанного, что я хочу донести до наших слуг, до ваших зрителей, до слушателей, это то, что без капиталистического системы ведения хозяйства ничего хорошего не выйдет. Никогда социалистическое ведение хозяйства не приведет ни к чему хорошему, вот что мы и видим. Всегда заканчиваются деньги. В тот момент, когда заканчиваются деньги, страдают самые бедные слои населения нашей страны, да и любой страны. То есть, как говорится, если богатый человек даже в плохое время имеет какую-то подушку безопасности, запаса, то бедный человек, которому нечего платить за квартиру, ему приходится идти на улицу. Вот в чем проблема. И делая, 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 что наши демократические власти борются за самые бедные слои населения, они уничтожают и эти бедные слои населения, и средний класс. На мой взгляд, они просто пытаются уравнить, дать кому-то больше возможностей, чтобы это все было примерно на одном уровне. Дмитрий Абрасон, считаете ли вы... Да. Евсей, давайте мы тоже дадим слово Дмитрию. Я очень известно, я не слышал, что Евсей говорил, поэтому... Мы говорили о том, что демократы это социалисты, и все, собственно, они разваливают, собственно, как и всегда. Правильно, если можно так подытожить Евсей? Дмитрий, считаете ли вы, что Нью-Йорк достиг какого-то критического, не знаю, уровня, при котором губернатором штата может стать республиканец на этих выборах? Нет, никоим образом. 99% шансов, что она победит. Это, говорит, такая интересная есть компания, 538, они собирают все опросники, я об этом уже рассказывал. Она лидирует во всех опросниках больше 50%, у Зельдина меньше 40%. Естественно, нужно пойти проголосовать, потому что опросники не решают, кто победит. Но Зельдин – это экстремальный кандидат, это трампист, это человек, который поддерживал... Уже после попытки переворота продолжал поддерживать попытку переворота Трампа 6 января, давал речь о том, что не надо принимать результаты выборов. Поэтому нет, такой человек победить не может, но я, конечно, призываю всех наших зрителей пойти проголосовать, потому что только голосованием мы можем выбрать необходимое, как и нужное правительство. У нас тут не предвыборная все-таки кампания, ни одного из кандидатов. Мы пытаемся найти какое-то здравое звено. Вот и все. И все, если вам есть что ответить, если нет, нам нужно двигаться дальше. Ну, во-первых, я хотел бы узнать у своего оппонента, когда суд признал 6 января, что это был какой-то переворот. И переворот куда? Вперед, назад, санта или что это было? Понимаете, вот это еще раз доказывает вот просто сотрясение воздуха. Вот когда мои оппоненты, то есть демократы сотрясают воздух и занимаются балабойством. А в отношении, кто будет губернатором, да посмотрит длина. Но все-таки умные люди, если у них не получилось, не получится победить, чтобы победил республиканский губернатор, умные люди перейдут там, где этот республиканский губернатор уже присутствует, то есть во Флориду. Что показывает опыт, ежедневный опыт нашей жизни в Америке? Спасибо Евсей за ваше мнение. Я за Дмитрия вам отвечу. Все-таки сегодня мы не обсуждаем штурм Капитолия, но все-таки в Палате представителей созвана специальная комиссия, которую, собственно, долгое время выясняли и много чего интересного выяснили. Просто это было не судебное, но Минюст, он начал, собственно, процесс, и мы узнаем результаты, я думаю, что в ближайшее время. Огромное спасибо за ваше мнение. Евсей Пинский, общественный активист и сторонник республиканской партии, была у нас на прямой связи, а также Дмитрий Абрамсон, сторонник демократической партии. Спасибо. Спасибо большое.